Ледок уже приличный Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет! Сегодня у нас 30 декабря, минус 25 градусов мороза, сегодня на льду никого нету совершенно, не стал я сегодня забираться далеко, приехал в домашний водоем на то место, где рыбачил в прошлый раз, прямо на это же место сел, где поймал подлещика, забурил немного лунок, поставил палатку, потому что сегодня реально холодно, ну и буду сейчас начинать свою рыбалку Лунки закормил по-быстренькому, небольшим количеством корма, ну, будем трясти мормышки Глубина в месте ловли составляет примерно 2 метра, течения здесь никакого нету, поэтому кормить буду прямо сверху Добавил в кормку миласу для того, чтобы в такой сильный мороз побудить рыбу все-таки есть в моей беденосадочной мормышке Сейчас бахнем туда немножко корма Прям в луночке его размешаем Чтобы на дне комочков не было, чтобы рыба не наедалась И пойдем закормим остальные лунки Сейчас достанем подводную камеру Установим ее В соседнюю лунку И посмотрим Пришла ли сюда рыба В палатке тепло, хорошо Руки не мерзнут совсем Просто красота Но луночка, кстати, льдом все-таки покрывается Не сильно, но покрывается А рыба уже есть Рыба уже плавает Сорожка Пришла на наш корм Крутится, вертится Что-то жрет Будем пробовать ее поймать На паузе Приклевывалась, приклевывалась Остановил, ткнуло Вот Засосало Сорожка на точке уже немного подъела прикормку И это на самом деле хорошо Теперь она тут будет крутиться Вертеться И будет почаще обращать внимание на нашу мормышку Кстати, частенько бывает в комментариях люди пишут о том, что Вот Че ты как Ненастоящий рыбак Используешь там подводную камеру Эхолот Еще что-нибудь в этом духе Кто-то даже писал о том, что Я луки бурю с шуруповертом Хотя у меня нету шуруповерта пока что Но я его обязательно себе приобрету Так вот Я хотел Заострить внимание именно на камере Камера Подводная В рыбалке нужна для того, чтобы узнать наличие рыбы Поймать рыбу Она вам не поможет Поймать рыбу Вам поможет Ваша голова Руки Понимание ситуации И определенная доля смекалки и везения Вот это вам поможет А камера Она вам просто покажет Есть ли под вашими лунками рыба Или нет Поэтому Подводную камеру Я использую как Во-первых Поисковый инструмент Когда рыбачу Допустим на реке Во-вторых Подводную камеру Я использую Чтобы В моменты плохого клева Понять Есть ли под моими лунками рыба Или нет И в-третьих И в-самых главных Подводную камеру Я использую Чтобы показать своему зрителю Как рыба Ведет себя под водой И как она клюет на мормышке А если бы Я все время Тратил Только на ловлю То есть Не бурил бы дубликаты лунок Как вот в этом случае В одной лунке камера В другой лунке я рыбачу Если бы я Не пытался что-то там снимать Какие-то интересные кадры Как там гуляют большие стаи рыбы То я бы ловил больше Почему? Потому что Моя мормышка была бы Постоянно в воде Она бы постоянно была На виду у рыбы Поэтому, ребят Особенно те Кто пишет комментарии О том, что Я не как настоящий рыбак Ловлю рыбу Я вам официально заявляю Что вы пишете Бред Вот Потому что рыбу Ловит Не техника Рыбу ловит Рыбак Ну, пускай рыбка настаивается И пойдем Другое место Погода портится Снег пошел Другие наверху на паузе хорошо приклюнулась тут конечно вообще одна проводка и на леске уже намерзли сопли холодно рыбу отцепишь руки замерзли руки замерзли проводка уже сбоит можно было бы конечно сейчас поставить лесочку 208 вот но у меня всего одна удочка с леской 208 сейчас раньше я частенько ловил на такие тонкие лески сейчас я этого дела как-то отошел потому что но честно я скажу не велика разница между 208 и 01 я ими их по губам хорошая рыбка была вот потому что поклевок на 01 случается ну примерно так же может быть чуть чуть меньше вот но за зато бывает так вот сидишь на полутора метра глубины ухты и клет подлещик грамм на 500 вот и как его на 208 тягать понятно что вытянешь если как бы потихонечку вот но вдруг чуть покрупнее клюнет и все а тут как будет на 01 трясешь вот да чуть чуть меньше поклевок вот буквально чуть-чуть но зато я уверен в том что если вдруг приплывет какой-нибудь лещ хороший и клюнет я с ним еще пободаюсь самая крупная рыба которую я ловил на леску 208 это был окунь на 1 килограмм 130 грамм но я его тогда вытаскивал с 6 метров вот то есть и леска тогда пружинила и тащил я его буквально по сантиметрам вытаскивая его наверно минут десять если не больше леска у меня потом была вся как поросячий хвостик вот и после такого вываживания приходится пить корвалол потому что там просто ну очень много адреналина так мы если у вас водоеме основной объект ловли сорожка да и сорожка допустим не крупная тогда да есть смысл поставить лесочку 208 и получать истинное наслаждение от вываживания там 200 граммов и плату вот но если вы как я вот так вот ездите по области до посещаете разные водоемы нет нету в ловах это попадается рыбка там в районе килограмма то как бы я бы наверно порекомендовал все-таки минимальный диаметр оставить 01 также у меня есть еще как бы удочки чисто заготовленные для ловли на реке вот там в основном вся линейка у меня идет с лесками 01 и идет удочка с леской 208 там 012 лески я не использую потому что на речке у нас тут на той которую я посещаю в основном у рыба не крупная поэтому как бы и расчет соответствующий обычно на свежую луночку садишься рыба как правило клюет сразу же потому что рыба она вашу мормушку видеть вот стоит как ты по губам стоит у вас под лункой кучка плотвы да вот и она не особенно активная допустим вот она смотрит на вашу мормушку нет нет она к ней подойдет нет нет она и ткнет когда-то уже проводок 20 там сделал она уже трубу ручку выучил и как бы неохотно берет поэтому есть смысл давать лункам отдохнуть то есть поймал там несколько штук пошел прогуляться в другой лунки и таким способом получается как правило ловить собирать активную рыбу с луночек сбегаешь и ловишь очень такая эффективная тактика еле-еле приткнулась гага здрасте как она вижу есть чуть-чуть есть какая-то рыба клюет дорожка клюет а не знаю за буря рядом он да и садить ловить клюет рыбу в принципе тоже как вариант да но не знаю а 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 и а а Хороший, не буду я лестяй. Сейчас он насыпем и пусть они ко мне идут. Тоже как вариант. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. ДimaTorzok. DimaTorzok. 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 Ну что, друзья. Пришла пора подводить итоги сегодняшней рыбалки. Должен сказать, Revelation and the Stars 기다� been exploding. Несмотря на сильный мороз, рыба сегодня клевала причем достаточно активно удалось мне изловить примерно десятков 5 некрупной сорожки клевала она сегодня хорошо на нимфошарик а сейчас вот под вечер уже стало прям совсем холодно и я перешел на более тяжелый нимфошарик весе 0,55 грамма и на него как бы поклевывает реже вот но сравнительно рыбка чуть-чуть покрупнее то есть если на тот маленький нимфошарик клевала сорожка такая прям грамм по 70 наверное то на этот влетает и по 100 грамм рыбки также под лунками плавали подлещики я бы не сказал что крупные такие где то грамм от 250 до 400 вот но сегодня у подлещика активности не было совсем никакой в том плане то что на стоячку на пучок мотыля наверное его поймать можно было бы вот а на безмотыльную мормушку он совсем не реагировал хорошо сегодня вот такой мороз отработал кивок из рентгеновской пленки Саши Зайцева ну а сейчас вот вечер я заканчиваю со своим металлическим кивком из нержавейки потому что он у меня ну вот видите какая клюет вот как сейчас уходить да вытрясся все-таки вот ну 0.55 нимфошарик попадает покрупнее рыбка 100 грамм вот она вечер я заканчиваю как раз со своим кивком из нержавейки потому что он у меня конкретно под 0.55 нимфошарик заточен вот чтобы ничего не менять потому что не так холодно я вот заканчиваю с ним проводочка сегодня работала совершенно разная меня как бы недавно тут спрашивали как вообще мормушкой там трясти и все остальное да вот сегодня так как водичка достаточно мутноватая рыба реагировала на быструю проводку резкую такую то есть бусина видимо начинает звенеть и она обращает на нее внимание а так в основном копошится у дна и жрет горло вот и еще немаловажная такая деталь которую стоит учитывать когда вот мормышкой трясешь это в первую очередь этот совет сейчас будет относиться к начинающим без мотыльщиков вот когда вы смотрите на кончик старожка и трясете главное чтобы у вас вот эта вот амплитуда в которой он ходит была одинаковая и тогда у вас будет больше поклевок а так ты вроде как бы трясешь да у тебя вроде бы частота одинаковая а амплитуда бывает там ну грубо говоря там пол сантиметра и сантиметр вот и из-за этого мормышка иногда бывает сбивается сама по себе там под водой особенно на небольшой глубине вот поэтому ровненько чтобы амплитуда была следите за этим поначалу трудно конечно особенно вот когда сейчас вот такое крошилово идет когда холодно я вот сейчас уже сам замерз поэтому проводка у меня тоже сбоит иногда вот но приходится пристально вот смотреть на кивок и корректировать игру тогда когда вот идет проводочка именно ровненько тогда рыба в основном клевет всем не хвоста, не чешуи крепкого здоровья берегите себя в общем всем пока увидимся в следующих видосах под занавес какая рыба подперл чебаки натуральные хорошие 100 грамм железно железяки хотя бы Субтитры сделал DimaTorzok